Шони Масюта полюбила Сочи, особенно Чёрное море. Говорит, оно всегда спокойное. Берега её родного южноафриканского города Дзанани омывают воды постоянно бушующего Индийского океана. На курорте девушка проходит обучение в Международном Олимпийском университете. «Мне здесь много мест понравилось. Это и большой спортивно-развлекательный кластер, Олимпийский парк. Это и Красная поляна. Кстати, жду, когда там выпадет снег. Ну и, конечно, морской порт в Сочи. Знаете, благодаря тому, что там много бывает зарубежных гостей, по моим ощущениям, это место, где переплетаются культуры. Вот туда бы я своих друзей в первую очередь повела». Возможно, кто-то из друзей Шони скоро и приедет в Сочи на экономический форум и саммит «Россия-Африка». На курорте ждут свыше тысяч гостей с солнечного континента. Событие уникальное в масштабах мира. Поэтому в Олимпийском международном университете на лекциях об этом мероприятии тоже говорят. Сотрудничество России со странами африканского континента имеет глубокие исторические корни. Наиболее активно они развивались в советскую эпоху. К 1984 году наша страна имела устойчивые дипломатические отношения с 46 странами Африки из 53. Двусторонние встречи были регулярными и проходили в том числе и в Сочи. Традиционно, помимо деловых встреч, в программе визитов были экскурсии по главному советскому курорту. Были и прогулки по паркам, а некоторые африканские лидеры посадили в Сочи именные деревья. Так, в 61 году в парке Ривьера на Поляне Дружбы в память о своем визите президент Ганны Квамэн Крума посадил эту магнолию. А это дерево появилось спустя год благодаря президенту Мали Модибу Кейта. В 64-м на советский курорт приезжал вице-президент республики Конго Жульен Букамбу. Его магнолия самая раскидистая на этой аллее. Еще больше зеленых автографов представители Африки оставили в знаменитом на весь мир Сочинском саду музея дерева Дружбы. В его кроне растут ветви 45 сортов цитрусовых. Вот та самая ветка, на которой в 60-е годы представители африканских государств сделали свои памятные прививки. Таких прививок в настоящее время более 50. Бирочки, которые здесь находятся, говорят о том, представители каких стран, в какие годы оставили свои зеленые автографы. В саду музея заведено. Все, кто делал прививку на дереве Дружбы, присылают сюда горсть земли со своей родины. Часть ее хранится в музее, другую высыпают под корни уникального дерева. Так что здесь, говорят, в сочинской земле есть и частички Африки.